здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами очередная очередной выпуск серии интервью в помощь родителям и сегодня я беру интервью у очень интересного человека у которого я прежде чем брать интервью лично прошел обучение это дмитрий гритский и для меня дмитрий гритский это человек которые специалисты в бизнес-стратегии в маркетинге и человек с опытом предпринимательства более 30 лет но я подозреваю что это не все помимо это человек который был 5 лет директором коммерческой радиостанции помимо этого человек который записал наверное несколько сотен спродюсировал сотен аудиороликов человек который провел больше 500 статистических сессий потому что я недавно посчитал больше чем 100 компаний со мной соприкасалась и который не имеет ни одного отрицательного отзыва об этом это для меня это важно человек который любит операционку и не хочет из нее никуда выходить то что операционка это моя жизнь и моего устойчивого развития человек который в общем-то любит делиться информацией с другими любит менторить проекты любит создавать комьюнити любит создавать смыслы поэтому с удовольствием откликнулся на ваше предложение дать интервью возможно мой опыт в том числе отрицательный кому-то быть и вот самое же главное что тем это нашего интервью родители дали деньги на бизнес что дальше ситуация для стран бывших снг очень типичная на мой взгляд и у нас харьков это большая площадка поскольку мы с вами и харьковчане большая площадка для того чтобы рассматривать удачные и неудачные на эту тему начинания когда как вот как прямо и прямо это все даже знают родители дали но дальше непонятно что делать но ведь родители дают деньги на бизнес уже достаточно такому взрослому ребенку правильно ну не пятилетнему правильно да и есть видимо меня видимо вот мне интересно очень услышать ваше мнение по поводу того а как же воспитать предпринимательский навык у ребенка чтобы когда он доходит до той точки когда могут ему помочь проспансировать его начинание как как этому подвести я должен еще наверно заметить что я отец двух дочерей старше уже 22 она уже самостоятельный человек живущий за границей младшей семь и она тоже самостоятельный человек который живет с нами и я действительно воспитываю у них предпринимательские навыки из детства вообще украина страна такая единая уникальная в мире что эта страна с наибольшим индексом предпринимательской активности то есть по-моему более 70 процентов украинцев желают открыть свой собственный бизнес у меня клиенты есть по всему миру то есть в германии например люди предпочитают работать на государство потом на корпорацию а потом уже открывать свое собственное дело поэтому точно также там в разных странах по абсолютно обстоят дела по-разному но человек который обладает предпринимательским навыками он в первую очередь независим я наверное достаточно рано вот еще там лет 30 назад понял для себя что я не буду работать как бы в корпорации наверное не буду в общем-то в найме работу менеджера то есть мне интересно предпринимательство оно это осознанно нужно понимать и тянуть предпринимательство нужно осознанно понимая в общем-то свой тип личности понимая свои особенности психологии то есть лидерские аспекты я как бы по если лидерской карте я разведчик по психотипам я независимый соответственно я люблю находиться в максимальной вариативности решений то что для других частое и большое принятие решений то что называется работа над под стрессом под давлением для меня абсолютно привычно и так сказать эффективно есть люди с другими свойствами характера и это я в первую очередь хочу сказать родителям мы должны понимать себя и понимать своих детей присматриваться да потому что критично так уметь оценить вот этот принцип ты переймешь мой бизнес у меня много клиентов было который говорит я хочу передать бизнес там своему сыну или там своим сыновьям или там своим детям потом оказывается что это не так а есть вообще по теория что внуки убивают бизнес который построил дед во всем мире да то есть есть пример а если успешные по моему самые высокие самый очень высокий уровень семейного бизнеса в японии да то есть именно семейные вот как там соус до веками есть компания веками тему и самые страны предпринимательские это 500 или 600 вертолет что век то есть компании которые самые старые они будут не помню точно но это японская компания и первое что я бы смотрел на чтобы я обратил внимание родителей опять же относительно себя я бы начал пробовать пробовать вот в возрасте там как у меня это произошло что моей старшей дочери в возрасте 12-13 лет когда у ребенка вот в серой зоне среднее образование например голландцы в этой зоне рекомендуют детям идти по за по своим интересам я начал смотреть какие же у нее бы были бы интересы то есть мы отправляли ее регулярно в какие-то поездки там со школой в землю заграничные там стажировки неважно это в этом германии она училась в балетной школе она училась в художественной школе я и предложил она интересовалась традициями нашей семьи у нас как бы все хорошо готовят то есть есть какие-то кулинарные аспекты да то есть и я подталкивал ее к тому что вопросы в этом времени вопросы карманных денег для подростков очень важны я подталкивал ее что давай что-нибудь попробуем ты же видишь что мы предприниматели давай вот тебя вовлечем в то давайте вовлечем это тем самым стимулирует что ты возможно получишь дополнительный доход вот есть такая книга там детский маркетинг она говорит что дети на самом деле в отличие от родителей достаточно схожи по принципам поведения и они могут быть одинаковы в индии и бразилии что для взрослых уже будет совсем непонятно и совсем не неадекватно да то есть нельзя проецировать одних на других а вот детей можно да потому что это связано с особенностями развития ребенка и мы как бы начали подталкивать ребенка к тому чтобы она создала свой собственный бизнес мы бы ей как-то помогли мы бы дали там небольшую сумму мы бы показали как организовываются процессы то есть процесс в для меня очень важный критерий это не просто дать денег и занимайся как хочешь это или дать денег уже там например после того ты школу закончишь мы тебе купим бизнес либо тебе построим зачастую это будет провально то есть надо дать попробовать с детства надо обучить как вот все говорят что образование дает школа возможно что образование дать школа я считаю что образование начинается в семье да я тоже придерживаюсь именно и как бы если семья пытается откупиться даже частной школой и в ритве там должны учить но дома никто не читает а смотрит телевизор то когда семья хочет откупиться для меня это как для психолога означает что семья не дает школе дать образование вот мы точно также рассуждаем близко с вами видите если вы хотите дать что-то предпринимательское не давайте деньги давайте навык потому что предпринимательство это навык и единственный вуз которым обучает предпринимателей об этом я узнал абсолютно случайно потому что у меня есть студенческая мастерская в кузнеца это вот наш инжек то есть ни в одном другом вузе предпринимательство не изучают то есть это собирательный навык когда вы должны обладать набором навыков достаточно успешно владеть навыками управления людьми навыками найма персоналу навыками финансовой грамотности навыками маркетинговыми навыками построения people management навыками ведения переговоров переговоров и так далее и тому то есть там порядка шести семи навыков которые вы должны успешно владеть естественно развитите навыки каждому это как бы все с равной долей так сказать компетенции очень сложно поэтому зачастую мы компетентны в чем такого-то и очень хорошие интуитивные аспекты он умеет там договариваться но он должен как вот была фраза у дональда трампа еще до того как он был неуспешным президентом сша что у каждого предпринимателя должен быть хороший менеджер вот иногда эту функцию выполняет стать и семейный бизнес когда вот у нас тоже семейный бизнес когда муж женой выполняет сдвоенные функции как бы одни например находятся во фронт другие так называемый back-office не важно причем кто это мужчина или женщина то есть таким образом они себя дополняют то есть вот эти вот аспекты семейного бизнеса нужно показывать ребенку и прояснять как школа потому что ему непонятно как и почему откуда берутся деньги вот это нужно проснять тратить время ездить показывать объяснять водить к себе водить себе в офис рассказывать почему так знакомить с людьми и так далее и тому подобное вот это будет первым до того момента как вы должны дать денег чтобы у ребенка проявлялся интерес у меня в этом плане есть очень хороший пример что один из винных дилеров очень известное семейство зонин по моему один из как-то я познакомился с дочерью она третья дочь она говорит вот отцу не удалось ввести ни старшую ни среднюю дочь в бизнес и он понял что он сказал бы я вам передам это достаточно большой винный бизнес в италии известный бренд или зонин или зини не буду говорить точно но принцип был что по моему франческо третья дочь сказала он просто стал брать меня с собой с девяти лет а первым он сказал вы будете вы будете вы будете в результате одна по моему что там такой родился папа папу приказ папа захотел все то есть вот если вы хотите из ребенка воспитывать предпринимательским образом то поймите что это независимое мышление поэтому сказать ты будешь предпринимателем ты мой экономистом юристом адвокатом и так далее это настроить против себя ребенка потому что вы именно в этом возрасте он воспринимает в штыки любую даже супер объективную информацию но дмитрий в том что вы сказали я заметил две важные вещи первое что вы сказали это очень важно родителям понимать что вот такая у вас получилась дочкой ранняя сепарация путем вот этих вот практик стажировок и уже находясь вдали от папы и мамы дочка могла рассчитывать на свои силы могла понять что такое самоменеджмент потому что она была предоставлена сама себе хотя она была с группой там был какой-то старший это однозначно и второй момент что я увидел важный вот то что сказали что то самое что воспитание является самым сложным и то что все проскакивают потому что говорят ну подожди дай рычаги да инструмент но что ты говоришь вот это опять своим примером да и ушло вот этого дай формулу дай нам пожалуйста делай раз делай два делай три а что ты тот своим примером но как показывает практика и моя психологическая педагогическая и ваша как показывает и как мировая показывает практика что вот этот вот собственный пример он просто самый надежный да он длинный длинный да это такой путь это не раз два но вам шашечки или ехать вам шашки или ехать да и вы хотите чтобы он стал предпринимателем либо успешным предпринимателем да 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 нет я бы даже так сказал вы хотите чтобы он стал предпринимателем или назначить его предприниматель Вот папа приказ, это назначить дочь продолжательницы традиции. Не получается. Почему? Папа, я с назначением не согласна. А тут брал с собой, показывал красоту этого дела, рассказывал о лозе, как поэт, наверное. И она все это слушала и думала, боже, какая красота. Я думала, папа просто деньги приносит, а папа оказывается занимается такой красотой. Я хочу, папа, я хочу. Это произойдет тогда. Да. Вы знаете, еще очень важный момент, ведь мы с вами не проговорили, о какой сумме идет речь и что это такое. То есть купить готовый бизнес, открыть кафе или еще что-то. Или просто дать. Я считаю, что значительно важнее дать навыки, потому что есть, я наткнулся недавно на статью в Форбсе, в принципе, серебряные ложки. Что, почему вот сепарировать, то есть отпустить ребенка, дать попробовать ему самостоятельно. Потому что я, например, знаю, что вот моя старшая дочь живет в Варшаве, а несколько детей моих знакомых, они вернулись. Они не выдержали. То есть, ну ее же возраста, условно говоря, они приехали на два в Польшу, сказали нет, сложно. Потому что очень были опекаемы родителями. То есть, и вот это вот противоречие родительское, отпустить, казнить нельзя, помиловать. Так все-таки, что вы хотите? Вы должны уже начинать в подростковом возрасте. Я думаю, а сейчас может быть, ну, там, по периоду 10-11 лет. Да, сейчас можно ранней подростковой. Потому что дети уже значительно более осознанные и они готовы, они более эмпатичны, они готовы воспринимать мир таким, как он есть. И они, то есть, очень сильно видят, если вы врете, сами себе. Сами себе. Потому что для них вы являетесь примером, как бы то ни было. И я вот рекомендую начать, когда вы хотите что-то дать, либо назначить своим детям, начать с себя. Потому что я точно так же делал огромное количество ошибок, пока вот сам не пришел к тому, что нет, ты должен быть рядом. Ты должен быть рядом, ты не должен вести за собой. Ты должен подталкивать... Ощущение папы на плечах, пусть будет. То есть, чтобы ни в коем случае не нарушать, потому что предпринимательство, это как раз перестать бояться неопределенности. Это воспитание определенного стиля мышления, определенного духа. Оно должно быть дано Богом, как в мультфильме «Душа». То есть, почему мои дети абсолютно разные. И вот в разных семьях, где двое и больше детей, дети все абсолютно разные. Вот это нужно воспринимать, что не бывает шаблонных подходов, не бывает формул, не бывает алгоритма. То, как вы сделали это неверно, если вы хотите свой старый опыт передать. Потому что это старый опыт, это как, по-моему... Это как дать доносить вещь. Кто-то из английских поэтов сказал, или Байрон, или... А, Оскар Туальт сказал, говорит, опыт – это имя, которое мы даем прошлым ошибкам. Вот в этом случае это однозначно. Потому что в такой дисциплине, как дизайн мышления, там очень модно сейчас, прошлого не существует, есть только настоящее и будущее. Куда мы можем прийти? Потому что с точки зрения, я по образованию жене системотехник, достаточно неплохо разбираюсь в математическом моделировании и так далее. Так вот, с точки зрения статистики, вы не можете повторить прошлое. Для того, чтобы ваш успешный момент произошел. Вот мне вчера задали вопрос, я выступал с темой «Стратегия процесса и результат» в Young Business Club в Харьковском. Очень интересная была, хорошая дискуссия с ребятами. Я сказал, я не очень люблю Хабварда, хотя я читал его, и я его уважаю, как человека, который чего-то достиг. А они говорят, почему? Я говорю, потому что то, что он сделал, нельзя применить сейчас. Он делал корпоративную Америку, вы все индивидуальные предприниматели. Или предприниматели, которые строите небольшой бизнес. Поэтому вам структура корпоративная. Масштаб другой. Да, это совсем другое. То есть нельзя стрелять из пушки по воробьям. Нельзя стрелять из пушки по воробьям. Оцените реальную ситуацию. То есть вот в теме воспитания предпринимательства родителей и детей, друг друга воспитания, это не тема найма персонала. Тут нельзя сказать должностную инструкцию, ты должен поступать так. Нанять сына или дача. Да, ты не можешь нанять и сказать, вот твоя личность, я вижу, что личностно соответствуешь. Поэтому вот если выступаешь, делаешь вот так, вот так, у тебя будет такой-то успешный бизнес. Не будет. Я это видел, потому что ко мне приходили родители, которые хотели, чтобы я пообщался с идеями, бизнес-идеями их детей. Или наоборот дети, которые, слушав меня, приводили к семье, к своим родителям. У меня была ситуация, когда я выступал несколько раз в школе Бойко с таким мастер-классом «Люби то, что ты делаешь, делай то, что ты любишь». И мне потом несколько детей, а вот как раз подростки, они же такие очень-очень-очень, так сказать, социально-статусные, они приходили потом мне после наедине и задавали вопросы. И мне учителя сказали, вот если вам вот эти двое ребят подошли и сказали, они являлись лидерами, это значит, вы их действительно заинтересовали. Потому что проявить слабость и задать вопрос на людях, когда сидит там класс из 20 или 30 человек, или поток там 9 или 10 классников, это не… потому что это эпоха полного нигилизма и полного отрицания. Но если они к вам подошли, значит, вы их заинтересовали. А один парень, мне позвонила мама и сказала, мой сын был на вашей лекции, он сказал, мама, ты должна обязательно что-то у него заказать или его послушать. То есть она приехала, мы с ней поняли, что у нас нет бизнес, так сказать, составляющих, но мы с ней придумали сценарий, чтобы она пришла сыну и сказала, я была, но не получилось, потому что. То есть, чтобы у него не было ощущения вот этой вот незавершенности. Чтобы он значимость свою просто почувствовал. Чтобы он понимал, что да, мама почувствовала. И мама тоже оценила вас как интересного специалиста. А это уже просто так, технически. То есть вот это вот понимание особенностей и нюанса детей и взаимоотношений, оно очень важно. Еще вот следующий очень важный аспект. Если вы уже начинаете этот вопрос, то не щадите, не замалчивайте определенные вещи. Показывайте реальную ситуацию, как она есть. Вот у нас было, мы организовали Sony бизнес, она начала печь безе. И делайте какие-то индивидуальные коробки. То есть мы показали, помогли сделать дизайн и там все остальное. А часть, она участвовала в процессе. Я показал ей, где покупать форму, где что. То есть мы действительно стали давать деньги, показывать ей, сколько стоит. Вот что мне понравилось, она сразу завысила цену. То есть я сказал, ну давай будем продавать постольку. Она сказала, на 20 или 30 процентов дороже. Я говорю, ну попробуй. И у нее получилось. То есть вот у них есть эта смелость определенная. Она как бы потолка не была. Интуитивная смелость. Интуитивная смелость есть. Но как только она получила первые деньги, она тут же их заказала на них. Или какие-то кроссовки, или какой-то свитшот, или еще что-то. И как бы я молча все это посмотрел. Она получила кроссовки. Я сказал, классно. Она говорит, ну давай следующие. Я говорю, в смысле? Как следующие? Ну как, смотри, это же получилось. Я говорю, подожди. То есть ты хочешь сказать, что бизнес состоит из того, что ты заработала. Папа деньги дает. Дает их. Увеличиваешь. И потом тратишь. Говорю, нет, ты должна теперь было сколько у тебя осталось. Смотри. Закупка материалов, электроэнергия, коробки, доставки и все остальное. То есть папа может тебе помочь контактами, развитием социальных связей, стартовым капиталом, советами. Каждый раз вливать в тебя инвестиционный капитал я не буду. То есть это очень сильно охладело первоначальный пыл и даже вызвало некую ступор и паузу. Но потом как бы система возобновилась и этот бизнес у нее просуществовал достаточно там пару лет среди друзей и знакомых. Но это были там весомые карманные деньги для нее. А потом это помогло ей и при поступлении в университет, потому что у нее уже была своя история. И в обучении в университете, и даже там в жизни за границей, собственно говоря. То есть этот бренд ее каким-то образом сопровождал. Поэтому мы не рассматривали вопрос сделать из нее конкретного предпринимателя, любого успешного предпринимателя. Мы хотели сделать из нее человека, который будет легко адаптироваться к очень быстро изменяющимся условиям внешней среды. Да, это важно. Но у нас была стратегия, мы знали, что она будет жить за границей. То есть это была стратегия нашей семьи, мы были на это направлены. Сначала, правда, мы думали, что она будет жить в Германии, и она великолепно там знает немецкий язык, она его учила помимо английского. Но потом изменили ситуацию во многих там отношениях. То есть мы поняли, что тот сегмент образования нам недоступен в Германии, это конкретно ландшафтная архитектура. Это была достаточно квотированная специальность. А она все-таки была не очень к этому готова. И мы поступили в частный университет дизайнерский в Польше, который построен по голландской технологии. И чему я очень рад и доволен. Здорово. И теперь у нас свой фэшн-дизайнер за границей. И получается, что мы немножечко уже даже ответили на следующий вопрос. Если можно здесь что-то просто добавьте, да, что же можно сделать для того, чтобы ребенок был больше готов к моменту, когда можно пробовать и открывать и начинать. Вот, ну, в общем-то, в этом смысле вы часть сказали, но еще я слышал, что у вас есть какой-то интересный образовательный проект, который направлен прямо вот на продукт, который может присутствовать в школах и будет помогать. Потому что родители не всегда могут так квалифицированно и так пакетно помочь, прямо учитывая все эти тезисы, которые вы перечислили. И еще там есть, видимо, какие-то тезисы очень важные, которые, может, вы сейчас не упомянули, да, которые вот прямо вот берут и планомерно вот встраиваются в обучение. И этот продукт, вот можете пару слов по этому поводу сказать? Я думаю, что очень важно понять, наверное, знаете, как говорят, что такое стратегия, это в первую очередь то, чего делать не нужно. И вот, наверное, есть смысл обсудить то, чего не нужно делать родителям, если они хотят воспитывать предпринимательский навык. А, это вот задабривать деньгами, то есть и скрывать подводные камни, да, вот сглаживать, то есть вот этот принцип серебряной ложки, он очень сильно. Я говорю не просто об очень больших деньгах, а даже о том, что, так сказать, о системе двойных стандартов, которые как бы вот в бизнесе так, а в твоем бизнесе это не так. Потому что это как бы розовые очки, которые бьются стеклами внутрь, как мы знаем. Да, 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 и очень, потому что ребенок как раз более открыт и более эмпатичен, у него меньше опыта жизни, меньше сопротивления, вот, то есть именно такого он очень, так сказать, расстраивается. Вот не зря же, что в момент создания, есть же статистика, что число самоубийств во время сдачи экзаменов доходит до 20%, то есть 20% детских самоубийств, то есть это стресс, да, то есть вот нужно не вгонять ребенка в стресс, которым, к сожалению, находится зачастую наш предпринимательский бизнес, но тем не менее, то есть дать ему какое-то свое собственное направление. То есть потому что основная ошибка – делай как я. Вот не надо делать как я. То есть ищите то, где ваша компетенция будет хорошей базовой поддержкой, но способна искать. То есть вот мы, вы нашли, что ребенок рисует, это ее картина, это ее инсталляция в нашем офисе. Вот она, там, сказать, училась в художественной школе, и мы решили это проверять. Плюс сильная сторона, вот как по закону Медичи, да, что нужно на перекрестке наук Нобелевская премия лежит, то есть мы объединили искусство и конкретно кулинарию, и, например, ее компания называлась Art Bizet, ее бренд, она делала конкретный монопродукт Bizet в арт-упаковке индивидуальной, да. То есть вот это ей было интересно, то есть мы наблюдали, что бы ей было интересно, а сами искали возможности или механизмы монетизирования. То есть зачастую, очень часто люди под развитием предпринимательства, родители точнее, предпринимают, что ты должен перенять мой бизнес, там, строительный бизнес, или там, мой бизнес, там, мой ресторан, или там, мою юридическую компанию. Поэтому вот предопределяют эти вещи. Это ничто не имеет, я ни в коем случае не претендую, я говорю только со своей опыта, то есть хотел бы сказать, что все, что здесь будет сказано, имеет отношение только ко мне, и использовать они или не использовать это только на ваш взгляд. Но не нужно, если вы воспитываете предпринимательский навык, не нужно ставить ребенку потолок, либо вгонять его в коридор, ваш коридор вашего бизнеса. Потому что воспитывайте навык, и может быть он будет не успешным юристом, а успешным кулинаром, или, я не знаю, там, коучем, или тренером, или еще кем-нибудь. То есть вот это, потому что закон есть очень простой, предпринимательский, поливай то, что растет. Да, у каждого спортсмена есть свой коронный прием, хотя мы обладаем достаточно большим набором. У каждого баскетболиста есть свой бросок. У Дэвида Бекхима была коронная, там, подача, выверенная подача штрафных в футболе, да. То есть он умел играть в футбол, но у него была коронка. Точно так же у каждого человека в предпринимательском навыке есть какая-то своя коронка. Поэтому не надо навязывать свою, а посмотрите, поучите ребенка, откройте ребенку что-то свое. Но все-таки ваш опыт это работа. Работа. Звучит как работа. Работа. Вы присматривались, вы помогали, вы встраивались, вы наблюдали. Ошибались, ругались, кричали, ругались, опять. Но это постоянная работа. Без этого не будет. Вы должны настроиться, что это не будет раз-два. То есть дети так себя не ведут, это не поезд, стоя раз-два. А вы не прапорщик. Что касается, почему я это говорю, потому что много сталкивался со школами, делал разные проекты. Делал проекты для Бойко, работаем с нашей гравитацией, делаем проекты для дошкольных учреждений. Так или иначе пересекаемся. То есть для нас, для меня это очень сильно актуально, потому что я понимаю, что сейчас происходит излом образования. И то, что раньше идеологическую прослойку занимало, выполняло на себя государство, сейчас такой функции нет. Поэтому вот эту идеологию должны воспитывать, на мой взгляд, из семьи. В нашей семье так. Как в других семьях. Правильно или нет, я не могу судить. Я делюсь своим опытом. Так вот, работа из школы, и почему мы хотим в школе ввести вот этот курс, скажем, предпринимательства, основанный в первую очередь на брейнинге, на эмоциональной составляющей. Брейнинг – это эмоциональное восприятие продукта, услуги, связанные с нашими, так сказать, исключительно нашими эмоциями, а не рациональным восприятием, которым выстраивают уже взрослые. И в любом случае мы эмоционально принимаем решение. Поэтому мы сейчас действительно хотим и разрабатываем то, что у нас был курс для студентов, бумеранг-скул, или для студентов, для предпринимателей. У меня есть очень большое, много навыков работы со взрослыми и структурирования определенных блоков информации, скажем. Мы сейчас хотим сделать этот курс для подростков, именно курс брендинга, потому что брендинг – это то, в мире, в котором они живут. На мое предложение отодрать в школе, за деньги отодрать логотип конверса от KED, потому что дети искали именно этим, именно из-за этой звездочки мы покупаем эти кеды. Потому что кеды без звездочек такие же, но они непрестижные. То есть мы именно и хотим выставить этот курс, который бы показывал детям все правильные и неправильные аспекты жизненного восприятия. Потому что брендинг тоже зачастую является манипуляционной составляющей. И нам бы хотелось от этого уйти, так сказать, от навязывания потребительского, а воспринимать именно аспекты сейчас, связанные с построением личностного брендинга, с особенностями построения личности, осознания личности, осознания себя, осознания своих возможностей, там, креативных, рациональных, осознания своего архетипа, психотипа. Это очень сильно помогает, поможет в будущем посмотреть назад и сказать, что не было бесцельно прожитого времени. Потому что это интересный момент. Смотрите, вот сейчас слушаешь и думаешь, получается сейчас Дмитрий Грицкий призывает нас рассматривать своих детях предпринимателей и стараться увидеть там то, что нужно, поддержать и все. А ведь это же не так. Это мы просто говорим о том, что вот это вот предпринимательское такое мышление, оно же может в результате быть, закончиться классной работой с так называемой, как сейчас принято, горизонтальной карьерой. Правильно? Да. И может быть, сейчас речь идет не о... Потому что это soft skills. Да. Это soft skills, которые сейчас не определяют. И мы сейчас не призываем родителей всех растить своих детей предпринимателей. Ни в коем случае. И я так подозреваю, что курс у вас тоже об этом. Потому что когда ты прислушался к себе хорошо, качественно, с помощью ментора, то возможно ты осознал, что ты очень крутой, невероятно счастливый сотрудник в найме. Это ведь тоже важно. Да. И может быть такое, что папа владелец бизнеса, а у него сын невероятно в будущем счастливый сотрудник в найме. Отлично. И не надо сильно прислушиваться к советам Дмитрия Грицкого и перекручивать это все. И ломать сынок. Потому что все должны быть предприниматели. Я как раз говорю, что предпринимателем должен быть тот, кому это свойственно. А менеджером должен быть тот, кому это свойственно. Вот самое главное учитывать и присматриваться. Потому что мы как родители можем видеть это со стороны. Дети это пока не осознают. Если мы правильно их направим в ту или иную сторону, тот или иной навык, то тогда у вас будет либо хороший предприниматель, либо хороший менеджер, либо хороший преподаватель, либо хороший ученый, либо хороший спортсмен, либо еще кто-то. Вопрос в этом. Главное, чтобы это была состоявшаяся личность. Почему я говорю о предпринимателе? Почему предприниматель для меня важен? Потому что это человек, который живет согласно внутренним своим определенным законам, безусловно. Но он живет изнутри и наружу. Вот он то, что называется независимый. То есть мне нравится быть. Многим людям нравится жить в системе, в зависимости, в определенной. Быть частью определенных механизмов. Это пожалуйста. Вопрос только в том, что мы говорим о взрослых людях. Дети не хотят быть. Они должны иметь правила. Но у них должна быть достаточно большая зона свободы. Потому что по всем исследованиям дети значительно более гениальны. Когда они проходят процесс школы, заканчивают процесс, условно говоря, гениальных детей, падает, по-моему, до одного. То есть зачатки гениальности там есть чуть ли не у каждого ребенка в той или иной степени. Но они умело загасаются в нашей школе путем набивания определенного количества ненужных знаний подменой так называемой эмоциональной IQ. То есть IQ один из четырех функций равнозначных. Как умение распознавать эмоции и умение этими эмоциями управлять. То есть умение ими делиться. То есть опять же говорим о том, что семья здесь все-таки на первом месте. То есть эмоциональный интеллект у семьи на первом месте. Потому что мы зачастую видели огромное количество примеров, что казалось бы не супер какие-то интеллектуальные семья, а ребенок достигал результатов. Мало того, я вам скажу, обратите внимание, что зачастую люди, у которых переизбыток интеллекта, они работают в найме у людей, у которых, казалось бы, недостаточно интеллекта, но очень высокий уровень социальных связей. Да. Социальной адаптивности. Да. И эти люди значительно управляют. Они нанимают как раз по принципу Стивена Джобса, наймите тех людей, которые умнее вас в чем-то. Да. Вот это является, вот для меня образец предпринимательства. И получается, что здесь мы говорим о предпринимательском мышлении уже как о неком свободном, осознанном мышлении. Самоменеджменте. Самоменеджменте. Человека. То есть не воспринимайте, что прямо четко предпринимательское мышление равно предприниматель, индивидуальный ФОП. Да, да, да. Нет. 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 Это не про это. Если что, да. Ну, это важное уточнение. Мы не про это устройство, да. Мы про ребенка. Да. Дмитрий, ну если уже вот так происходит, что родители все-таки дают, говорят, дочь или сын, на тебе все-таки вот там условно там 50 тысяч там. Давай. Вот если уже сейчас смотрят родители нас такие, у которых конкретно вот эта ситуация либо на пороге, либо она, например, там произошла. А что в этой ситуации? То есть вот, ну да, дадим. Готов, первое, сразу, как в маркетинге или в рекламе, будьте готовы, что все деньги спалятся. Будьте готовы сразу, будьте готовы к отрицательному результату. То есть через три года обучения в самом дорогом польском университете частном, моя дочь сказала, пап, я не буду шить пиджаки. Я фэшн-дизайнер, но я не буду шить пиджаки. И папа почесал голову. Уже однокомнатная квартира улетела. И мне хватило ума сказать, ну, она говорит, ну, я остаюсь, ну, как бы мне это все нравится. Просто я поняла, то есть вот мы готовы были расстаться. Хотя это были... То есть для вас это не было ударом? Это была для нами все-таки осознаваемая сумма, давайте скажем так, честно, потому что очень многие мои знакомые как раз именно не отдают туда. Я на эти деньги куплю ему квартиру, и он будет жить в этой квартире здесь. Да. Это принцип серебряной ложки. Это не так. Потому что я имею... Дмитрий, давайте уже как-то про серебряную ложку расскажем. Я боюсь, что кто-то не читал Форбс. Нет, нет, пусть... Давайте найдем, может, место. Пусть люди... А, пусть погуглят, да? Там мы же должны достать какую-то интригу. Домашнее задание, погуглите. Да, надо брать себе принцип серебряной ложки. Это просто очень известный, так сказать, расхожий элемент, о котором, или случай, о котором есть смысл проговорить. Потому что вот это кормление с ложечки в дальнем возрасте, то есть мы ему купим машину, мы ему купим квартиру, мы его поженим. Через год они, оказалось, развелись, потому что у них нет такого же навыка в расстраивании отношений. То есть первая тема вы должны потерять. Готовы к потерям быть. Это опять же предпринимательский дух. Предприниматель готов терять. То есть люди с другим складом, они не готовы терять. Для них это удар. Для них это удар в серии психологических. И знак. И знак. Не оно. Все, не оно. Не туда. Вот один раз попробовал. Я уже один раз попробовал. Хватит. Мне достаточно. Я умный человек. Я учусь на ошибках с первого раза. Я ж не вот эти вот. Это не кусать... Я на грабли наступать не буду. Это не кусать высоковольтный кабель. Да. Это раз. Второе. Поймите, что вы... То есть это риск. И вы должны рискнуть. Отдать. Мало того... Мне здесь очень хороший урок дал тесть. Когда у нас Ира ударила свою машину. Он сказал... Я как бы сказал... Ну вот ты такая. Он говорит... Он отвел меня в сторонку и сказал... Ты зачем мне дал машину? Дал машину. Это ее ответственность. Все. И вот у меня это сработало. Там мне было очень... Я очень ему благодарен за этот урок. То есть как бы... Если ты дал человеку что-либо ценное. То ты передал ему это... Это тебе не принадлежит. И ты уже не имеешь права ему сказать... Ты сделал не так. Если он тебе не придет. И не задаст вопрос папу там или маму. Что это произошло. У меня не получилось. У меня подобная мысль была. Когда я в аварию попал. В том плане, что... Я ударил новую машину. Которая вот только из салона. И женщина была очень взволнована. Мягко говоря. Вот. И у меня была первая мысль. Ну если... Я не озвучил кстати тогда. Потому что как-то было неприятно. Какой-то стресс был. Но она была все-таки мысль. Если ты выехала на новой машине. То правила для тебя такие же. Как и у других. Рядом машин. Таких же новых. Либо старых. Либо больших. Ты вступила в эту игру. А там это возможно. Какие вопросы? Твои свободы не должны... Купи самолет. Твои свободы других людей. Самолеты не попадают в аварии. Когда кто-то им... Как в моем случае разбил две боковые двери. Самолетов нет двух боковых дверей. У меня тоже был случай с боковыми дверями. Когда я сдал штукругу возле офиса. И... У меня въехали машины. Тогда вышла дама. Я посмотрел на свои вмятины. Сказал. За что? Она не могла ничего ответить. И когда приехали ГАИ составлять протокол. Я сказал. Ну тут бы КАМАЗ развернулся. Он сказал. Да. КАМАЗ развернулся. А Рено нет. Вот. Это случай. Вот именно то, что это может быть случай. И он может быть успешный, либо не успешный. Это факт. Факт. Поэтому не бойтесь расстаться с этими деньгами. И ни в коем случае, в случае провала никого не винить. То есть вот это, наверное, самое сложное. Потому что мы ориентированы на успешный успех. Предпринимательство, да, должно ориентироваться на успех. Потому что когда вы получаете подтверждение успешности своих действий. Вы получаете не только реализацию какой-то своей мечты. Вы получаете подтверждение. Это обычная система техника. Это вы получаете подтверждение, что вы действуете правильно. То есть если вы едете и слышите какой-то шум в машине. Вы останавливаетесь. То есть вы получили отрицательную обратную связь. Что вы делаете? Вы же не бросаете руль. И говорите, я больше не буду ехать. Если вы пробили колесо. Вы начинаете думать. Это знак. Я пробил колесо. Где я проехал, чтобы я в следующий раз так не делал, да, то есть не пробивал там себе колесо. А здесь может быть ситуация такая же, мы тебе дали один раз, ты пробила колесо, теперь ты ездить не в Мешниках. Нет, вот это нужно понимать, что предпринимательство, это как раз про то, чтобы вырабатывать настойчивость, самомотивацию, вырабатывать характер, делать, идти наверх постоянно. И именно упорство отличает, упорство, а не упрямство. Достижение целей отличает предпринимательство. Одно из тех качеств, которые важны быть предпринимателем, я привел пример, когда мы с младшей дочерью здесь на горе катались, как падал неоднократно, падал сноубордист молодой, который не пожелал взять инструктаж сноубордиста, начинается с того, как подниматься на гор. Подниматься на подъемнике, потому что это очень сложно, потому что лыжа значительно проще. Да, я проходил это, да. И вот он падал раз, стояла огромная очередь, падал раз, падал два, падал три, пока в конце его просто задвинулись, сказали, мальчик, иди. Я ему сказал, смотри, вот упорство, это когда ты понимаешь, что ты упал раз или два и пошел, нанял инструктора, чтобы потом подняться на гору, на лыжи. А упрямство, это ничего не делать и повторять одинаковое действие, потому что ты получил обратную связь, а ты опять едешь на трех колесах, пробил следующее и едешь дальше. То есть вот различать упорство и упрямство в предпринимательстве очень важно. И это дети не могут, вот это должна быть помощь родителей, поэтому научите их это. Не давайте большие суммы, старайтесь выстраивать проекты законченными образами, потому что если получится, это классно. Но вот эта фаза дискаврии, она бывает сняет крышу. И в моем бизнесе есть правило, бойтесь не отливов, а приливов креатива. Потому что в таком случае очень сильно может лететь, сорвать головокружение от успехов. И вот этот успешный успех как раз приводит к тому, что достаточно печальным последствиям, если вот эта взлетная полоса получается у ребенка. То есть пытайтесь выстроить определенные какие-то законченные этапы, что было бы результатом, если вдруг не получается. То есть выстраивайте для него поддерживающие факторы, иначе он выстроит свои, либо скажет, у меня ничего не получается, я такой плохой. Соответственно повесит на себя печать неудачника и так далее. То есть старайтесь вот это заранее проговорить, подстелить немножко, условно говоря, соломки, потому что падения будут неизбежны. И готовьтесь к тому, что это будет долгий путь. То есть взлета не будет, будет долгий путь, будут потери, будут неудачи. Поэтому, когда вы даете деньги, вы обучаете ребенка, это так называемый MVP, минимально жизнеспособный продукт. Поэтому давайте по чуть-чуть, а если получилось, вкладывайтесь партнерами, младшими партнерами, не старшими, младшими партнерами. Не вкладывайтесь на равных, дайте ему ощущение полета это. То есть пусть вы будете, он будет ведущим, но вы будете летать вокруг, вы же будете это видеть. То есть вот в зрелом возрасте у Конфуция есть фраза, бойтесь конкуренции в зрелом возрасте. Почему? Потому что человек в зрелом возрасте, вступая с незрелым в конкуренции, он нарушает законы бытия, потому что он сразу знает, что он победит. У него есть опыт, очень сильный. Зачастую, в редких исключениях, конечно, Давид пометит. Ну и по крайней мере больше, да? То есть вот умение, мудрость, наверное, родительская должна проявляться в том, что умение в нужный момент промолчать и проявить инициативу не для того, чтобы заработать себе денег, а для того, чтобы помочь ему осознать кайф предпринимательства. Дмитрий, ну вот из того, что вы говорите, вашей дочери старшей, вот и учитывая вот ее опыт, ее достижения на нынешний момент, явно повезло. Потому что вы тот папа, который думающий. Это вы должны спросить у нее. Я, да, я тут правильно сказал, исходя из, да, из нашего разговора, с того, что вы говорите, ну, это прямо серьезная работа. Как у вас было? Помогал ли кто-то вам? Как у вас это все начиналось? И как мои родители? Это родители, я из семьи военнослужащего, из семьи интеллигенции. У нас предпринимательство... Зазорным считалось? Нет, ну, я же советский ребенок, да. То есть мы ничего в этом не понимали. В школе хорошие оценки, правда, с рокерами возился, да, то есть, как бы, поведение на троечку. Вот, вопрос не в этом. Это заложено. Честно сказать, я думаю, что это заложено. Опять возвращаемся к вопросу, умейте рассмотреть. И не назначайте там, где нет. Да, да. Это важный момент. Это заложено, да. Я думаю, что это было заложено во мне. Я вспоминаю себя, несмотря на то, что я такой, в общем-то, примерный мальчик. Вот этот дух, он был... Свободы. Свободы. Определенно, да. Да, то есть, хотя я рос в Советском Союзе, да. Какое предпринимательство. И вопрос в том, что оно всегда было у меня экологичным. То есть, я не рассматривал, скажем... Рейдерские захваты в этом году? Не только рейдерские захваты. Кума на таможне и все остальное. То есть, я как бы... Вот у меня такой, может быть, там излишне... Расширенную систему. Самурайский подход был. Это, опять же, мое видение. Кто-то говорит, что деньги не пахнут. Я говорю, пахнут, иногда воняют. Вот. Поэтому для меня это было актуально. Но здесь у каждого... В каждой семье свои какие-то аспекты. Вот. Но я считаю, что бизнес должен быть экологичным. Да. То есть, он не должен нарушать... Я в этом вас полностью поддерживаю. То есть, конкуренция должна быть... То есть, мне не очень нравятся некоторые аспекты украинского, так сказать, предпринимательства. И вот как раз... Национальные особенности, так сказать. Национальные особенности конкуренции. Я не думаю, что не только мне. Но они присущи везде. Но как бы я за экологию сознания. Да, я вас в этом поддерживаю. Тоже целиком, полностью. Вот тоже за экологию. Дмитрий, в вашей практике явно было много таких вот клиентов, среди которых есть вот... Либо, может быть, большие какие-то, которые вот запомнились. Либо небольшие, но запомнились. Можете по этому поводу что-то сказать? И в связи с чем вот это вот, скажем так, вот эта вот память о них осталась? Какая-то вот особенная... Вы же знаете, мозг ничего не забывает. Вопрос в том, какой эмоциональный аспект... Да, 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 да. Вот это интересно. Я помню своего первого клиента. Он успешно живет, существует и процветает до сих пор. Не буду его оговорить. Как бы это был мебельно-фурнитурный бизнес. Вот это, в общем-то, с этого начался наш бизнес почти 20 лет назад. Я имею в виду как брендинговый. Но до этого было огромное количество работы, связанной с консалтингом, с работы по созданию рекламы и так далее. Поэтому, если говорить уже о частном предпринимательском бизнесе, то вот это был первый клиент. Я помню практически каждого СВО клиента, с которым мы проводили, потому что процесс офлайн-сессии, общения там в течение, от двух до серии, там, десяти-двадцати часов, это совместное прожитие определенных достаточно жизненных ситуаций. И зачастую, как бы, здесь приходится использовать элементы коучинга и элементы психологии. То есть мне приходилось развиваться самому. Меня развивали свои клиенты. Мне иной раз приходилось, так сказать, выслушивать вопросы, быть душеприказчиком каким-то людей, то есть и давать какие-то директивные советы, рекомендации, когда я понимал, что там ступор какой-то происходит. То есть по моему опыту каждый случай уникален, как и каждый человек. И нельзя, что для меня в бизнесе не существует алгоритмов. Очень много молодых сейчас родителей, особенно там вот из-за айтишных специальностей, они говорят, дайте нам алгоритм. Ну им это привычно просто. Им это привычно. Системное мышление такое. Да, я приветствую системное мышление, как только половину успеха. Вы точно предприниматель должен развивать свое правое полушарие и работать над своей мышцей креативности. А не только логикой. Вот сейчас так, тут быстрее, не только в функциональном поле. Работать. То есть нужно учиться распознавать эмоции и работать с эмоциональным интеллектом очень сильно. То есть для меня, наверное, самым значимым и весомым проектом за последнее время это была работа на спортивной стратегии города. Потому что я столкнулся с огромным количеством пластом родителей, детей в федерации видов спорта. Это у нас в Харькове 136 федераций. Международной, так сказать, активностью мне пришлось пройти два дополнительных курса в американском и корейском университете для того, чтобы увеличить свою базу знаний. То есть предпринимательство для меня – это постоянное развитие. Поэтому я не могу выделить ни один из кейсов по отношению к другому, потому что здесь калибровка происходит не относительно размеров бизнеса клиента. То есть есть как бы разные аспекты. Ты можешь работать с большой корпорацией и с маленькой, и что является успехом, либо неуспехом. Вот я все говорил. То есть успехом является для меня реализация той проблемы, с которой ко мне пришел человек. И неважно на каком это уровне. Может быть кто-то одному человеку, условно говоря, счастливил или стал более успешен. А может быть эта компания на тысячу человек у меня были такие пациенты, заняла какую-то долю рынка и тоже чего-то там достигла. То есть вот я не делю никогда для себя успешный, самый успешный, какой у вас самый любимый кейс и так далее. Нет. Вот я приучил себя смотреть на эти вещи со стороны. Я со многими своими клиентами дружен, поддерживаю отношения с некими. Даже детей вместе крестили, так то мы можем думать, что будем горшки видеть у друг друга на голове, а потом выяснять, что ценности. То есть вот для меня вопрос этот из кейсов, какой для вас кейс, какой для вас первых лет, он важен, переворачивается, он важен в понимании культуры, в понимании ценностей, в понимании взаимоотношений. И я могу сказать, что с теми людьми, которые у нас общие ценности, мы продолжаем относиться, и спустя 10 или 15 лет люди во мне бывает помнят прецедент, который произошел с нами вместе, потому что старшая дочь училась, а теперь младшая. А разница 15 лет. Или нет. Это абсолютно нормально, потому что в бизнесе не бывает успешного успеха, и каждый случай можно рассматривать с той или иной стороны, в зависимости от того, как ты стоишь, на какой позиции ты стоишь. Вот у меня принцип предпринимательства, что я за вин-вин, поэтому вот эта экологичность и без подавления, что 1 плюс 1 равно 11. На этих принципах я строю свой бизнес, на этих принципах я учу, если меня задают, просят чему-то научить, либо что-то рассказать, на этих принципах я менторю, на этих принципах построена наша консалтинговая группа и мои партнерские взаимоотношения. То есть самые лучшие отношения, это отношения на реальном доверии и на реальных ценностях, а не на супер юридических выверенных договорах. Да, я с вами согласен. Я считаю, что вот это вот слово предпринимателя, честное слово предпринимателя, оно дорогого стоит. И я вот за это, я вот за воспитание вот этого. То есть за ответственность за свои слова, за ответственность за свои поступки, за понимание последствий, не только для тебя, а для людей, на чьи поступки ты влияешь. Вот для меня вот это предпринимательство. Да, это здорово. Я, кстати, хотел немножко прокомментировать вашу фразу, когда вы сказали, горшки били, а потом детей крестили. На самом деле, я как человек, прошедший обучение у Дмитрия, могу сказать, что когда Дмитрий начинает с тобой работать, то мозг ломается. И, наверное, мой характер не дал бить горшки у Дмитрия на голове, но мысли были. Потому что мозг начинает просто трещать. Потому что Дмитрий говорит, это обычные вещи, которые классно продвигают твое сознание, классно расширяют твое представление о том, что ты делаешь. И классно помогают. Но в первое соприкосновение, оно какое-то такое в смысле. Разве так можно? Разве так можно, да. И причем это все происходило, несмотря на то, что у меня было, оказалось, достаточно много общих фильмов и книг, которые мы читали. И было обращение часто, что я понимал, о чем говорите вы, и говорил вам что-то, и вы понимали, о чем говорю я. То есть, несмотря даже на это. То есть, казалось бы. То есть, база как-то, да, такая вот похожая. Вот. Но вот это ломание я почувствовал. Это было. Но это аккуратно. Да. Вот. Это аккуратно. То есть, ломать нужно, учитывая особенности. Конечно. А не... Индивидуальный план вас ждет, если что. Вот так сказать, тонкая настройка. Да, обязательно. То есть, это как FM-частота. Чуть-чуть свернул, и уже другая музыка. И уже вместо рок-FM русская радио. Дмитрий, мне хочется напоследок с вами обсудить один такой момент интересный, который вот для меня стал немножко революционным в каком-то смысле. Буквально где-то две недели назад в очередном новом коротком ролике Маргулан Сесенбай сказал, что не изучайте успех успешных людей. Подождите, а миллион книг на эту тему зачем? Сразу мысль, да? А смотрите на типичные ошибки. Вот они могут вам действительно помочь. Вы уже немножко сегодня об этом упомянули, даже, что мы не знаем, мы не опрашивали людей, которых дельфины оттолкнули в море, и они из-за этого, именно из-за этого утонули, да. Мы знаем только тех, кто вытолкнул. И получается, что как будто на чаше весов у нас две таких категории. Вот с одной стороны у нас успешный успех успешных людей, а с другой стороны у нас типичные ошибки. я интуитивно как-то согласен с этим, но хотелось бы вот услышать ваш комментарий на эту тему. Наверное, еще граф Лев Николаевич Толстой ответил, что все счастливые люди счастливы одинаково. Каждый несчастный и несчастлив по-своему. Смотрите, это так называемое кейсовое мышление. То есть, вы не можете, приходя в ресторан, вы видите рецепт, по которому вам приготовили это блюдо, но вы его не приготовите. Вам нужен опыт. Вам нужен опыт. То есть, успешный успех это опыт этого ресторана. Но у вас вкус, мы с вами пьем одно и то же вино и вы можете сказать, что это кисляк, а у вас другая кислотность, условно говоря, в этот день. И вы говорите, да нет, оно абсолютно ровное и хорошо сбалансировано. Потому что каждый сам себе паркер. То есть, мы принимаем ту или иную сторону. Я вчера то же самое сказал ребятам, что на Ян Бизнес Клабе, что бизнесмен бизнесмен не должен быть придерживаться или предприниматель даже будет правильно одной бизнес-религии. То есть, он в предпринимательстве должен быть космополитичным. И я здесь использую, условно говоря, икигай, о котором говорил Маргулан или там стратегию жизни Клейтана Кристенсена, который баптист является топ-мыслителем Гарварда. То есть, или использую какие-то там принципы корейского маркетинга, который, так сказать, холистичен и связей западного общества либо логического общества, в котором мы живем. То есть, вот смотрите, что очень важно понимать относительно фразы учиться ошибок или нет. Надо не учиться успехам ради успеха, а ошибкам ради ошибок. То есть, любое изучение вообще успеха либо ошибки нужно делать и то, и другое. То есть, нужен баланс. Ну да, успех может просто вдохновлять, вот тот самый особенный. То есть, я не знаю особенностей, как вас вдохновляет. А ошибки, то есть, если ты изучаешь только успех, то у тебя перевдохновление. Да. И ты оцелен только на победу. И ты говоришь, ну, лобовая же кость очень простая. Разбегаешься и бьешь, как мы недавно смотрели, пересматривали фильм Квентина Руби, когда он головой въехал в стену с Тарантино и Жаном Рино. Вот. Или как Пьер Ришар, когда он осторожно в невезучих, осторожно, ты сейчас ударишься в машину. То есть, нет, ударился, попал. То есть, это вот переизбыток своих ценностей. С другой стороны, работа исключительно или сейчас очень популярна Fuck Up Night или все остальное. Когда ты понимаешь, ой, и эта проблема, и эта проблема, и эта проблема, и эта проблема, это наоборот у тебя может так сказать, поставить потолок и сказать, ну, нет, туда я точно не полезу. Да. А любому все равно мы должны смотреть и вверх и под ноги, да, Don't Look Up, как в известном фильме сейчас. Да, да, да. То есть, одни смотрят сюда, вторые смотрят сюда. Нет, вы смотрите на линию горизонта чуть-чуть выше. С точки зрения предпринимательства есть такой закон, что все стартапы провалились, если они находились за линией горизонта. Если они не находились в зоне прямой видимости. Вот принцип корейского маркетинга, он говорит, вы должны быть в зоне видимости. то есть, поэтому я как бы отвечу сбалансировано, что учитесь и успехам, и учитесь и ошибкам в равной мере. Но не влюбляйтесь ни в одно, ни в другое. Потому что с точки зрения статистики рациональной и с точки зрения эмоционального интеллекта повторить это невозможно. потому что в каждый момент времени ситуация изменилась. Да. Это как дважды в одну реку не войти. Или дважды нельзя два раза составить первое впечатление. Да. О чем говорил Коко Шанель. Поэтому очень многие вещи лежат не в бизнес-литературе. Потому что бизнес-литература это такой же способ привлечения клиентов или до генерации. Мне вот недавно поступил запрос давайте мы вам напишем книгу. Ну, то есть путем диалогов и так далее. Это такой же бизнес. То есть потому что все знают, что любая бизнес-книга толщиной 200-300 страниц это примерно 10 страниц полезной информации. Да. 42 тезиса, которые вы выписали после нашей с вами занятий. Да. Ну вот у меня в библиотеке примерно 200-300 книг бизнеса, которые я прочитал. Из каждой я взял примерно по 10 страниц. За эти там 15 последних лет. Вот именно это является сутью примененный опыт и примененный кейсы. Я за несколько аспектов, то есть изучайте лучше кейсы именно практических людей, потому что у меня есть несколько книг, которые я читал в последнее время, там, как быть оптимистом, спотыкайся счастье, и еще одна книга, тоже американских профессоров, то есть горландских профессоров, связанных с зависимостью питания от умноболезни Паркинсона и Олега Эмиранта. Как-то так зацепили эти аспекты, потому что веду достаточно правильный стараюсь образ жизни смотреть. То есть я обратил общее сходство. Все эти книги были написаны людьми, имеющим 25 и более лет практического стажа, работы, не теоретического, а практического. И вот как раз теорию создает практик, потому что теория это огромное количество успешных практик. Вот именно за это нужно смотреть, потому что сейчас успешный успех это социальная какая-то сфера. Если мы говорим о предпринимательстве, то это сфера работы в глубину. Для кого-то успех это новая машина, а для кого-то счастье его детей. Для кого-то успех образования его детей, а для кого-то можно быть таким счастливым детей не имея. Поэтому нельзя сказать, что у меня двое детей я счастлив, а у тебя нет детей и ты несчастлив. Есть обратные данные о том, что дети являются причиной несчастья в семьях. Да. Вопрос почему? Зачем ты их рожал? Ну да. Зачем ты им открыл дверь в этот мир? Попросил Бога, чтобы тебе их дали. Поэтому у меня просьба к родителям слушайте, смотрите. Дмитрий, вы помянули книги, вот если вас попросить каких-то может быть одну-две таких вот что вам из последнего или значимых таких книг. Все-таки если мы говорим сегодня о том, что родители дают деньги детям на бизнес, то, наверное, может быть что-нибудь такое. Вы знаете, лучшая книга, которую я смотрел, которая просто ложится идеально, вернее, смотрел, прочитал в тему нашей передачи о взаимоотношении детей и родителей и парадоксе успешного человека и достаточно интеллектуального по отношению скажем к именно возможно уровню интеллекта его семье и взаимоотношения уважения жизненного опыта это книга Мэти Макконахи «Зеленый свет». Я считаю, что то есть у меня есть действительно привычка читать перед сном я читаю обычно 10-15 страниц я читаю ребенок я не смотрю видео и никому ничего не говорю то есть у нас такие правила то есть мы читаем ребенок читает мы читаем потом то есть у нас как бы есть привычки поэтому наша дочь в 7 лет во втором классе и в общем-то читает очень неплохо я считаю потому что есть привычка есть навык и есть желание и родительский пример давайте не забывать есть пример вы же не говорите и читай много то я вот эту книгу не мог удержаться то есть она меня захватила настолько хотя это не художественная книга это просто мысли взрослого человека вот и я в данном случае как бы в таком же возрасте как и Мэти Маконахи достав достаточно публичной карьеры зарабатывая деньги но именно вот мне очень сильно откликнулось потом оказалось что очень сильно откликнулось моей супруге моим знакомым моим партнерам то есть вот мы как-то не сговариваясь почувствовали что эта книга для нас да то есть я всем рекомендую эту книгу прочитать всем тем кто стоит сейчас наверное на каком-то пути достаточно сложном самоосознание саморазвитие себя осознанности своих действий поступка правильно ли он поступает что было хорошего что было плохого какие-то вопросы самоанализа не то чтобы самокопание а скорее больше рефлексии рефлексии и относительно того потому что порой я говорю какую-то фразу и понимаю что я говорю человеку который младше чем то событие о котором я так легко рассуждаю как в частности вчера то есть я провел цитату в ноль реакции потом я понял что они все моложе чем дата выхода этого фильма вот то есть это абсолютно нормально да умейте быть контекстной ситуацией и не застревайте двигайтесь с вашими дети они выдвинут вас они выдвинут дальше с вами это как способ быть себя в форме когда вы с ней занимаетесь гимнастикой она тебе говорит папа а что это у тебя на животе животик появился я не хочу животик как у тебя вот тогда приседай еще ну да делать вместе зарядку это опять же таки проличный пример это не назначать не назначать дочь той дочерью которая делает зарядку каждое утро дочь давай ты будешь у меня каждое утро делать зарядку я хочу друзьям рассказывать вы знаете моя дочь делает зарядку каждое утро пустить об этом да пустить лежа на диване делать фотографии если вы хотите воспитать из ребенка предпринимательский дух делайте это для ребенка а не для себя и воспит продолжайте воспитывать себя вместе с ним вовлекайте его в свое воспитание, потому что нельзя предпринимателю выйти на пенсию, вот когда я это осознал, больше полюбили, наверное, я понял, что я перестал выходить из операционки, я просто изменил бизнес-модель свою, и теперь я иногда помогаю менять бизнес-модель и другим людям. Да, за что вам отдельное спасибо, благодаря вот вам, как у нас изменилось мнение в нашей организации, и как у меня лично изменилось мнение в своих подходах тоже, это здорово, поэтому я всем рекомендую у Дмитрия Грицкого пройти обучение, тем людям только, конечно, кто является владельцем бизнеса, и тем людям, которые думают, что сейчас у них такой период, который вот, когда можно как-то улучшить, но я вам хочу даже больше сказать, что те люди, которые думают, что у них все хорошо, попав в Дмитрию Грицкому, поймут, что у нас, конечно, все прекрасно, но как можно здорово все делать лучше, мы просто об этом даже никогда не думали, это какая-то особая ступень, во-первых, я поделюсь немножко обратной связью, потому что я Дмитрию это ни разу не говорил, вот сейчас хороший повод как раз. Первая мысль, которая возникла у меня, попав на обучение, хотя у меня есть чем заниматься, я психолог, детская студия развития, все есть, все прекрасно, первая мысль, Дмитрий, я хочу к вам в ученики, я просто потом не понял, правда, зачем мне это надо, ну, то есть я же так напрямую прям вот не пойду, ну, то есть, а вот почему-то сказать так хочется, потому что вот это вот количество, вот это вот особая такая ситуация взрыва мозга на знакомом материале, повторюсь, на общем каком-то, да, вот, казалось бы, она вот, она впечатляет, вот она не оставляет равнодушным, но это первая только реакция, это первая, это такой эмоциональный всплеск, да, потом начинается настоящая работа, потом начинается то, что... С эмоциональными факторами. Да, потом начинается то, что после приема у психолога начинается вот эта вот идти ассимиляция этого опыта, эволюционное мнение. Да, 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 и начинается потом, то есть я выписал свои 42 пункта, которые я наработал после всех наших сессий, не на следующий день, где-то недели через 2-3, я только выписал это, и потом я это начал использовать еще где-то недели через 2-3, вот прям использовать, то есть это стало моим настольным, так сказать, образцом, куда я заглядываю и понимаю, что мои действия должны двигаться по вот этому, что мы вместе наработали, и это важно. То есть ничего быстро так не происходит. Потому что в вашем ситуации у нас мы изначально были нацелены на определенные результаты и понимали, что без способа реализации это будет просто красивый разговор и умных людей. Да, 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 а он был безусловно красивый, но вот нужно, да, без действий ничего не будет. Дмитрий, я вам благодарен за то, что вы нашли время и так осветили этот вопрос, потому что вопрос важный, и я думаю, что это будет обязательно должно быть интересно родителям. И спасибо вам за то, что вы делаете, и мне хочется пожелать успеха этому вашему проекту, который направлен на образование подростков, потому что это действительно очень нужно, и это большая помощь родителям, и вовлеченность ваша в это это отдельный как-то такой. Спасибо вам большое, спасибо. Я надеюсь, что все будет успешно, и мы обязательно поделимся информацией об этом с вами, Даниш. Да, спасибо. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо.